Девушки отдыхают Сейчас молодой человек в больнице. Чуть ранее при аналогичных обстоятельствах в Шелиховском районе пострадали два ребенка. От полученных ожогов 15-летний подросток умер в больнице. За жизнь второго борются врачи. Здравствуйте! Новая неделя принесла немало новостей. Причем не только трагических. Подробнее обо всем расскажем в ближайшие полчаса. Но сначала о главных темах выпуска одной строкой. Отопительный сезон в Иркутске подходит к концу. Сегодня началось отключение тепла в домах. В программе расскажем, как долго продлятся работы. И чем они завершатся? Завершиться не начавшись рискует пассивная кампания в регионе. Новые цены на дизельное топливо оказались не по карману аграриям. Я повел с Володей. Сегодня увидел, как сельское хозяйство зависит от вторичного сырья. Второй самолет МС-21 поднялся в небо над столицей региона. Сегодня покажем, как выглядит в воздухе главная авиационная гордость Иркутской области. Жители Иркутской области приглашают участвовать в рейсе особого назначения. Фото-выставка с таким названием колесит по городам и поселкам Иркутской области. Чему и кому она посвящена, узнаете в традиционной рубрике про нас. А начинаем выпуск мы с горящих новостей. В Бадайбо полыхают дома. Воспламеняются старые расселенные строения. И не только они. Ночью загорелось здание, в котором сейчас живут люди. Что это? Череда совпадений или чей-то злой умысел? Алена Полоненко попыталась разобраться в непростой ситуации. Для детей новое место игры. Для взрослых напоминание о ночной трагедии. Она едва не унесла жизни минимум 12 человек. Из одного подъезда дом в Бадайбо загорелся, когда практически все уже спали. Соседка шестой квартиры нас всех подняла. У нее просто окно было открыто. И она почувствовала дым. Вышла посмотреть, а там уже в подъезде все горело. И она не могла им помощь оказать никому. Прибежала к нам и всех нас подняла. Мы вот как были, с постели все встали. Документы взяли, животных своих и побежали. Бежать из собственного дома пришлось четверым детям. А семерым взрослым еще одну пожилую женщину прямиком с пожарища в бессознательном состоянии увезли в больницу. Позже она пошла на поправку и смогла узнать. В огне погиб ее пес. Тем временем место трагедии обследовали и пришли к выводам. Это был не просто пожар. Поджог. В ходе осмотра было установлено, что место начального разгорания было в двух местах. То есть это непосредственно на первом этаже подъезда номер два и на фасадной части здания. В ходе опроса начальника караула, который прибыл на место пожара, было установлено, что дверь в подъезд на момент прибытия была подпертой палкой. Предполагаемый виновник уже задержан. Это знакомая одной из местных жительниц. Но город все так же продолжает вздрагивать по ночам. Дома загораются снова и снова. Правда, уже не жилые, расселенные. На прошлой неделе практически одновременно вспыхнули два здания на расстоянии несколько километров друг от друга. Еще один пожар произошел в начале мая. Горят дома в непосредственной близости от жилых строений. Но пока жертв удается избежать. Пожарами в расселенных домах ознаменовалась первая половина года и для другого города Иркутской области. В Братске пару месяцев назад здания вспыхивали едва ли не каждую ночь. Череда возгораний прервалась лишь тогда, когда деревяшки массово начали сносить. Как будет в Бадайбо, пока не ясно. Но сегодня город засыпает. Алена Полоненко, новости по будням. Город засыпает, а утром многие жители проснутся с холодными батареями. Отопительный сезон завершается сразу в нескольких населенных пунктах Иркутской области. В Ангарске работы ведут аж с конца прошлой недели, с 11 мая. Сегодня к городу нефтехимиков присоединились и Иркутск, и Усолья. Там начали отключать тепло в домах. А вот в северной столице региона об этом пока даже не помышляют. Традиционно отопительный сезон в Братске заканчивается в 20-х числах мая, когда будут выдержаны установленные постановлением правительства температурные параметры. В среднем каждая управляющая компания, если мы говорим о крупных управляющих компаниях, то они в течение трех дней отключат отопление на домах и перейдут на летний режим циркуляции. С завершением отопительного сезона у нас сразу же начинается подготовка к следующему. Это не просто так спустился в подвал, открыл задвижку и тепло пошло, чтобы оно пошло. Надо в течение короткого промежутка времени, вот этого летнего и начала осеннего, сделать определенные виды работ, то есть на каждом доме они разные. И если у коммунальщиков начинает болеть голова о профилактических и ремонтных работах, то у жителей переживания иного рода. В Иркутске в частности ждут квитанцию за услуги ЖКХ, она придет в июне. И цифры там должны отличаться от тех, что были раньше. Ведь с осени 2017-го областной центр и ряд других населенных пунктов региона перешли на новую систему оплаты за отопление по фактическому потреблению, а не равномерно в течение года. Пик денежных трат люди уже испытали в самые холодные месяцы. А теперь наверняка хотят почувствовать, как цифры в платежках тают. Тают практически под ногами жителей Иркутска некоторые канализационные люки. Ремонтировать их необходимо в первую очередь, ведь порой от устойчивости конструкции может зависеть чье-то здоровье. Увы, но внимание люкам сегодня уделяется гораздо меньше, чем они того требуют. Доказательства в рубрике «Народный корреспондент». Большой город хранит в себе кучу опасностей, и порой находятся они прямо под ногами. Обратите внимание на этого пешехода, он просто шел по тротуару. Свои коррективы в планы мужчины внесла крышка канализационного люка. После того, как пешеход наступил на нее, он по колено провалился в коллектор. Подобный случай для Иркутска не редкость, но даже несмотря на это, какой-то определенной системы жалоб на состояние канализационных люков не существует. Как нам сообщили в администрации города, чтобы обратить внимание специалистов на проблему, человеку самому необходимо выяснить, кому принадлежит коллектор. Для этого придется обзвонить несколько коммунальных организаций. Так что лучше, проще и безопаснее вообще не наступать на канализационные люки. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг. Стоимость дизельного топлива в регионе вновь увеличилась. На отдельных АЗС за литр солярки придется отдать почти 44 рубля. Такой заметный рост сказался не только на рядовых автомобилистах, но и сельхозпроизводителях Иркутской области. Новые ценники поставили под угрозу посевную кампанию. Все подробности в следующем материале. Трактор в залоге, солярка куплена в кредит. Такова реальность посевной кампании в регионе. Сегодня недалеко от деревни Ширяева и Иркутского района аграрии высаживают картофель. К концу сезона с этих полей можно будет получить 10 тысяч тонн урожая. Но так далеко сельхозработники не заглядывают. Решать приходится насущные проблемы. Главное из которых, где взять деньги на дистопливо. И вот цена в регионе вновь выросла. В апреле месяце мы закупали дистопливо. За одну тонну обошлось нам 49 тысяч 700 рублей. И вот в мае, думаю, что наверняка эта цена еще будет повышена. И это не первый год. Как только начинаются весенние полевые работы, цены на горючие смазочные материалы незаметно, но растут. Не растет лишь стоимость сельхозпродукции. Ее аграрии до сих пор реализуют по ценам пятилетней давности. Отсюда и финансовые расхождения. Если раньше литр солярки окупался продажей 500 граммов зерна, то теперь тоже количество топлива обходится уже в 7 килограммов продукции. Далеко не всем предприятиям такая математика оказалась по карману. Историю взаимоотношений аграриев и дизельного топлива можно описать словосочетанием рыночные отношения. А в советское время литр солярки стоил 3 копейки, потому что пользовались ей исключительно сельхозпредприятия для заправки тракторов и комбайнов. С развитием же автомобилестроения на дорогах появились машины с так называемыми гибридными двигателями, которые могут ездить и на ДТ, и на бензине. Ну а дальше все как обычно. Есть спрос, есть рост. Рост стоимости солярки бьет все рекорды. На отдельных заправках ценник на дистоплива приближается к 43 рублям за литр. В такой ситуации у аграриев выход один – брать кредиты. Вот только получить льготную трехпроцентную суду удается далеко не всем. В Иркутском районе это получилось лишь у одного предприятия из десяти. Крайняя мира жалобы вышесоящие структуры. В Министерстве сельского хозяйства на стоимость солярки уже обратили внимание. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направило обращение в антимонопольную службу России по факту удорожания. Министерство сельского хозяйства Иркутской области со своей стороны готовит информацию по фактам роста цен на ГСМ на заправочных станциях в районах области. Ждем также от мэров информацию по ситуации у них в территориях. После этого будет подготовлен запрос и направлен в управление антимонопольной службы по Иркутской области для анализа этого вопроса. Приведет ли проверка к реальным результатам, пока говорить рано. Аграрии же деревни Ширяева с месячной зарплатой в 13 тысяч рублей продолжают свой ежедневный труд. К концу мая все посевные работы на полях завершатся. И начнется поиск денег уже для проведения уборочной. Павел Желудев, Марина Минченко. Новости по будням. Изыскивать средства на покупку продуктов питания больше не придется жителям Иркутской области. Ведь цена на продовольственные товары снизилась. По итогам апреля на 0,1%. Таковы официальные данные правительства региона. Но так же, как и вы, мы ходим в магазины. И подтвердить такую статистику удается далеко не всегда. Сегодня наша съемочная группа вышла на улицы Иркутска, чтобы задать горожанам всего один вопрос. Рост цен на какие товары больше всего волнует население? Ответы прохожих в нашем опросе. ЖКХ и в основном продукты. Бензин мне не нужен бабушке. ЖКХ и бензин, это все влияет на семейный бюджет. И тем более продукты. И так же, как и одежда, потому что ребятишек в школу собирать. Бензин, ЖКХ. Все это уже как-то подорожало. ЖКХ в первую очередь. Бензин, потому что если повышается цена на бензин, значит, соответственно, повышаются цены везде. Поэтому меня вот это тоже очень волнует. Продукты питания, конечно. И вот сегодня я смотрю, маршрутка 20 рублей стала. Как показал наш сегодняшний опрос, иркутяне оказались не в силах определить рост цен, каких продуктов и услуг. Их беспокоит больше всего. Но лично я остановлю свой выбор на бензине. Ведь именно его стоимость в конечном счете формирует ценник большинства товаров ежедневного потребления. Павел Желудев, Марина Минченко. Новости по будням. За многими товарами жители нашего региона, как и всей России, отправляются в торговые центры. Их количество нестабильно. То один, то другой приостанавливают работу по решению суда. Сегодня в регионе закрыто для посетителей 15 таких объектов. И это, возможно, не предел. О возможных вариантах развития событий сегодня говорили в региональной торгово-промышленной палате. Предпринимателям сообщили, хоть прокурорские проверки и завершены, работы по их результатам еще предостаточно. Специалистам нужно проконтролировать, как устраняются выявленные нарушения. В некоторых случаях они настолько серьезны, что зданиям предстоит крупный ремонт, прежде чем они снова смогут принять посетителей. О таких фактах известно специалистам региональной службы строительного надзора. Их помощь потребовалась в оценке состояния почти трех десятков объектов. В ходе данных проверок выявлены многочисленные перепланировки, выполненные в торговых центрах. Также выявлено 7 фактов реконструкции на объектах, выполненных в ходе эксплуатации данных объектов. Перепланировки, которые влияют на пути эвакуации, на пожарную безопасность, конечно же, нужно будет переделывать и устранять. А те, которые соответствуют пожарным нормам и не мешают путям эвакуации, те перепланировки просто узакониваются. Узаконить удается далеко не все, поэтому собственникам зданий придется придумывать, как выстраивать отношения с арендаторами и возмещать им ущерб. Бизнес у многих серьезно подкошен из-за простой и невозможности выплачивать кредиты, франшизу и налоги. При этом не факт, что уже открывшиеся ТРЦ не закроются вновь. В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций готовятся к своим ведомственным проверкам. Ведь противопожарное законодательство изменилось и появились новые условия безопасности. Как соблюдаются эти нормы, придется вновь проверять инспекторам. В настоящее время ряд документов уже к нам поступил. Это порядка 20 торговых центров о принятии вне соответствия с полномочиями Государственного пожарного надзора. Это нарушение правил пожарной безопасности, вынесение предписаний по выявленным, нарушение, ну и в случае, где есть, наверное, угроза возникновения пожара и угроза жизни, и, соответственно, нарушение предприятий и разрешение для установки действий данных объектов. Результат деятельности рабочих и инженеров Иркутска оценили во всей стране. В областном центре поднялся в воздух еще один самолет МС-21. В средствах массовой информации его называют вторым бортом, но это не совсем так. Как летал самолет номер 2, который на самом деле является третьим по счету, расскажем в следующем материале. Осмотр самолета – священная обязанность командира воздушного судна в его роли летчик-испытатель Василий Севастьянов. Сегодня он поднимет в воздух второй экземпляр новейшего авиалайнера МС-21. Желтый цвет нового самолета не случайен. Так раскрашен защитный слой. Им еще в сборочном цехе покрывают все наружные детали. В авиации вообще нет ничего лишнего. Даже информация о направлении ветра докладывается с точностью до градуса. Ветер 120 градусов, 8 метров, взлет разрешаем. На борту лайнера не только пилоты. В салоне расположена специальная аппаратура, которая фиксирует показания бортовых систем. 50 км в час, 120, 180 – и вот самолет уже в воздухе. Нарада с тем, кто остался на земле. Этот взлет стал новой вехой в истории лайнера МС-21, летные испытания которого продлятся еще более года. 255-й – это позывной воздушного судна. По согласованию с диспетчером, за 1 час 7 минут экипаж МС-21 преодолел почти 500 километров и вернулся в аэропорт вылета. Полет выполнен, замечаний по самолету нет. Даже не выполнено в поле. Поздравляем, вы дорожите. Фактически, это не второй самолет МС-21. Третий, о чем говорит порядковый номер на фюзеляже. Именно на этом борту вместе с первым лайнером и будут проводиться летные испытания. Второй самолет сейчас проходит прочностные тесты в аэрогидродинамическом институте. И пока у специалистов нет никаких нареканий. Евгений Шоев, новости по будням. Но не только технологическими достижениями может гордиться Иркутская область. Есть и творческие успехи. Команда КВН Раисы прошла в полуфинал в высшей лиге. Важная для наших девчат игра состоялась в Москве. В этот раз Раисам пришлось схлестнуться в юмористических баталиях с командами Вятка, Такта, сборной бывших спортсменов и Наполеон Динамит. По итогам четырех конкурсов иркутянки набрали 12,7 балла, которых хватило, чтобы пройти в полуфинал. Своих следующих соперников Раису узнают уже в июне. Напомним, максимальным достижением нашей команды в высшей лиге КВН стала бронза, завоеванная в финале 2017 года. Стараются для своих зрителей не только артисты, стараемся и мы. Поэтому рады вам сообщить, теперь следить за главными новостями Иркутской области можно в самых популярных социальных сетях. Аккаунты медиахолдинга НТС появились в ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. Благодаря этому значительно возросла оперативность информации. Ведь теперь корреспонденты рассказывают о событиях прямо со съемочных площадок. Чтобы первыми узнавать о новостях, достаточно подписаться на наши странички. Их адреса вы видите сейчас на своих экранах. Более того, начиная с завтрашнего дня, пользователи Инстаграма смогут побороться за призы и билеты в музей ретро-мототехники, а также фирменные флешки от РЕН-ТВ. Условия конкурса просты. В течение 10 дней участники должны подписаться на нас, поставить лайк записи об акции и создать интересную фото- или видеоисторию с обязательным указанием в ней нашего аккаунта. На этом все. 25 мая с помощью генератора случайных чисел мы выберем 10 счастливчиков, которым и достанутся призы. Ценные призы, грамоты и дипломы получили вот эти отчаянные водители, участники турнира по трофе-ориентированию «Майовка-2018». Кстати, в этом году ему исполнилось 17 лет. В соревнованиях в Иркутском районе сошлись 26 экипажей. Тройки победителей определили в четырех классах. Плюс ко всему, организаторы ввели дополнительную номинацию за волю к победе. А что еще интересного произошло в регионе и мире, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте! У каждого человека есть определенный набор чувств и качеств. Причем как положительных, так и отрицательных. Благоразумие, добродушие, гнев, ярость. Сегодня обо всем этом и поговорим. Стилу, ловкость и креатив показали студенты из Братского. Время военной игры «Зорница». Ребятам предстояло пройти череду испытаний. Одно из них – высотная подготовка. Паутина канатов и узлов порой задерживала игроков, но они не сдавались и шли дальше. А вот взаимовыручку продемонстрировали во время следующего этапа. И куда, конечно же, без силы, в том числе воли. Волевое решение приняли жители страны и Иркутска. В частности, они написали химический диктант. По всей России открылось более 400 площадок. Однако пораскинуть мозгами можно было и в онлайн-режиме. За час участникам предстояло ответить на 25 вопросов. Задания не требовали профессиональных знаний, достаточно умения рассуждать и логического мышления. Как с тестом справились иркутяне, станет известно совсем скоро. Известный американский фотограф проявил чувство терпения и снял фильм с распускающимися цветами в главной роли. На создание ролика автору потребовалось более трех лет. Каждый кадр представлял собой полноценную фотографию, а исходники для создания ленты заняли аж 8 терабайт. Главная задача была в правильном расположении света, чтобы цветы не выходили из кадра и не разрушали построение композиции по мере роста. По-моему, получилось замечательно. Получилось вызволить из беды лося в центре Тулы. Чувство недоумения и сострадания испытали горожане, когда обнаружили его во дворе одного из домов. Длинноногий гость провалился в строительную яму недалеко от подъезда. Пытался выбраться, тем самым разбудил Туликов. Жители сразу же вызвали спасателей. Жалко ведь бедолагу. Через некоторое время приехали егеря и усыпили животное. Лося осмотрели ветеринары и теперь решает, что с ним делать. Вот и все интересные весточки на сегодня. До встречи! Встретиться с героем фильма «Место встречи изменить нельзя» можно в Ангарске. Там установили памятник Глебу Жеглову. Это уже второй монумент в стране, увековечивший знаменитого милиционера. Борца с преступностью в свое время сыграл Владимир Высоцкий. Неудивительно, что именно его запечатлели в этом образе и в городе нефтехимиков. А дополнили композицию известной фразой из фильма «Вор должен сидеть в тюрьме». Памятник станет одним из элементов масштабного проекта «Парка. Отражение Советского Союза». На площади в 15 тысяч квадратных метров появится несколько монументальных групп. И все как одна будут посвящены достижениям российского народа. Войти в историю региона можно и без особых заслуг. Достаточно попасть в объектив удачливого фотографа. О тех, кому уже повезло, расскажем сразу после новостей спорта. Допрыгались. Акробаты Иркутской области завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях Кубок Сибири. Для участия в них в Новосибирск приехали более 300 человек. Но наших спортсменов такая конкуренция испугать не способна. На доказательство по 4 золотые, серебряные и бронзовые награды. В прыжках на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. И две, и три схватки способны провести достойно дзюдоисты региона. Они продемонстрировали это в Новокузнецке. Там состоялись всероссийские соревнования памяти Александра Бибенина. Представители Иркутской области шесть раз поднимались на пьедестал. По итогам состязаний Елена Юркина и Алим Калайф получили путевки на чемпионат страны, который пройдет в октябре этого года. Уже состоялся во второй раз областной чемпионат по бильярду среди лиц с ограниченными возможностями. С кием наперевес в Иркутск прибыли представители Шелихова, Ангарска, Уссули-Сибирского, Братска и поселка Усть-Ардынский. В общей сложности 32 спортсмена. Удача оказалась на стороне гостя из северной столицы региона. Александр Жамбалов стал первым. Евгений Шуев, Алена Полоненко. Новости по будням. Первая в своем роде фотовыставка начала путешествие по Иркутской области. В любом из снимков можно узнать близкого человека или родственника, а то и вовсе себя. Проект называется «Рейс особого назначения». В чем его цель, узнаете в рубрике «Про нас». Такую сибирскую глубинку 20 лет назад увидел известный в Иркутской области кинооператор-документалист Евгений Корзун. Сейчас многие его фильмы – лауреаты международных премий и достояние регионального фонда кино. А сам мастер опять в работе. На этот раз в проекте под названием «Рейс особого назначения». Путешествует по региону с уникальной фотовыставкой. Мне фотографии нынешние наших иркутских фотографов очень нравятся. Я их просто хочу поздравить. Поздравить хотя бы с тем, что эти 90 снимков выбраны из тысячи работ любителей и профессионалов. По мнению экспертов, именно они демонстрируют дух, быт, особенности народов Иркутской области. Поэтому выставку и отправили в «Рейс особого назначения». «Рейс особого назначения» – это культурный проект Иркутской области, который призван знакомить жителей региона с жизнью и творчеством земляков. Причем с доставкой на дом. Специалисты библиотеки Молчанова-Сибирского выезжают в города и поселки на специально оборудованном автомобиле. Техника позволяет в любых условиях воспроизводить фото и видео, а также организовывать творческие встречи. Тема для поездки каждый год выбирается новая. На этот раз она называется «80 лет в семье народов». Эта фотовыставка уже побывала в Братске и в Тайшете, на очереди у Соли-Сибирска и поселок Михайловка. В каждом населенном пункте про нее заранее знают и ждут. Это очень ответственно, в первую очередь, очень интересно. И когда приезжаешь на места и видишь, как сбегаются детвора и люди уже такого зрелого возраста, для них это особый интерес представляет. Большая такая вот красивая машина, автобус. Оснащенная такой техникой, высококлассной. Это, конечно, для молодых и для пожилых людей, это особо какой-то за грани фантазии, наверное. Новые грани фотоискусства, новые герои для снимков. И еще впереди. Евгений Корзун верит. Современная доступность фототехники пробудет множество талантов. Благо, за яркими кадрами на Иркутской земле далеко ходить не надо. Народ почувствовал, что, так сказать, вот эту свободу, они потянулись к костюму, они потянулись к танцу, они потянулись к вере. Понимаете? Они потянулись к обряду, даже вот так правильнее сказать. И вы знаете, возродился такой портрет хороший, колоритный, национальный. Это тоже приятно. Дай бог, чтобы все это продолжалось. Рейс особого назначения продолжит свою работу до середины осени. Поучаствовать в нем можно в любой момент. В интернете. Туда выложены все снимки фото-выставки. Эти фото обязательно станут историей. Историей про нас. Ла Драбакова, Андрей Назаров. Новости по будням. И на сегодня это все главные новости. После небольшой рекламы эфира РЕН-ТВ продолжат наши федеральные коллеги. Я же на этом прощаюсь, но помните, мы всегда вместе с вами.